Девочки Маша любит рисовать, создавать картины, фотографировать. Машенька, скажи, пожалуйста, ты какое время года больше всего любишь? Весна. А почему весна? Красиво, теплее, птицы там прилетают. Очень красиво я буду. Я почему-то ожидала, что ты скажешь лето. Нет? Нет. А день рождения у тебя когда? Весной. Из предметов, которые в школе преподают, что любишь? Математику и физкультуру. Какие противоположные, математику и физкультуру. А что не очень получается? Русский. Русский язык? Да. Правила, правописание, что? Да. Да? Сочинение, диктанты? Да. Но это же можно выправить потихонечку. Да. Было бы желание и все исправится. Расскажи мне про себя, что ты любишь делать? Я люблю читать, танцевать, играть. Бегать, прыгать, кричать? Да. И от этого получаешь удовольствие? Да. Девочки, конечно, разные. Вот только испытания, которые выпали на их долю, они переживают вместе. Их жизнь поделилась на два дома. Государственный и тот, где жили они с мамой. Государственных домов у сестренок было несколько. Последнее возвращение сюда стало выбором самих девочек. Но если вы опять-таки пришли сюда сами, кто у вас был инициатор? Даша, Маша? Чтобы вернуться сюда, да? Я. Почему, Машенька? Ну, я устала жить так, как жива с мамой. Вот. Поэтому я буду всегда. Здесь их одна большая семья. Рядом педагоги-воспитатели, которые понимают и принимают детей такими, какие они есть. И помогают своим воспитанникам в их непростой жизни. Они очень преданные по отношению к тем людям, от которых они чувствуют заботу, внимание, интересы искренних их личности. Очень отзывчивые. Несмотря на то, что есть какая-то эмоциональность, но есть понимание, как правильно себя нужно вести и правильное отношение ко взрослым. Так Екатерина Владимировна говорит о Маше и Даше. А еще она знает о главном желании сестренок, чтобы нашлась для них самарская приемная семья. Маше. 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 Мудроша. Я в это не верю. Как ты думаешь, вот та мечта о приемной семье, она может исполниться? Маше. Не знаю. Но тебе бы хотелось? Ну да. Маше. 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 зачем ты меня забрала из детского дома, мне было хорошо, на самом деле. Нет, это просто его состояние, с которым он не может справиться. Это элемент проверки тоже. А примешь ли ты меня таким уязвимым? Это помощь, крик о помощи, на самом деле. То есть иногда таким образом они испытывают вообще. А насколько ты готов пойти за мной, насколько ты готов меня принять? Ну, где-то пережить, но, конечно, не делать вид, что ты этого не слышал, что ничего не произошло. Конечно, эту тему нужно обсудить, но просто спустя какое-то время не ситуация эмоционального запала. То есть когда люди готовы пойти на контакт и обсудить. Потому что зачастую за этой фразой может стоять что-то совсем другое. Это другое состояние. Это что-то в школе произошло, что-то с кем-то поругался и так далее, или накопилось что-то. Но если всё равно контакт, нужно налаживать. Но в любом случае, если не получается, всегда есть специалист, к которому можно обратиться за помощью. Мне кажется, что это особенные люди, которые помимо своих детей могут отдать и время, и душу приёмным. Я думаю, что это на уровне потребности. То есть на уровне внутренних ресурсов. Если у них есть потребность поделиться своим опытом, своим теплом, то тоже очень много. Значит, это в каком-то плане люди одарены, дано что-то больше. Что-то они могут этим поделиться. Это их дар, на самом деле. Так хочется, чтобы этих одарённых становилось больше. Потому что дети-то ещё ждут. Конечно. Мы желаем, чтобы каждая семья нашла своего ребёнка, и каждый ребёнок нашёл свою семью. Могла представить, что будет в 37 детей вот такая огромная семья? Ну, конечно, 37 не планировали. Не планировали. И когда ребёнка первого брали, никакого решения не принимали. Этот ребёнок принял сам решение. Мы были на концерте. Ребёнок плакал. Мой второй сын подошёл с Димкой и говорит, что ты плачешь. А её сдали из приёмной семьи. Она полгода там побыла. Что-то там натворила, не знаю. И её сдали. А тогда в реабилитационном центре только начиналось всё это. И была Наталья Павловна Вознюк. Дай бог ей здоровья. Я говорю, Наталья Павловна, ну что такое? Ребёнок-то плачет. Может, в гости его взять? Она говорит, да возьмите. Напишите заявление, оставьте данные паспорта. И на выходной день он ваш. Вот как было. Легко. Нет, сейчас, может быть, так легко и нельзя. Потом мы уже там собирали бумаги. Но так можно было. Понимаете? Вот взять в гости ребёнок. Она побыла, а потом воскресенье она плачет и говорит, а я туда не хочу идти. Можно я вас мамой буду называть? Можно. Всё. И если я мама, куда я её отправлю? О семье Валентина и Анатолия Чекмарёвых написаны статьи, сняты фильмы. Выступления их замечательного семейного коллектива помнят многие самарцы. А для Валентины Фёдоровны по-прежнему самым главным в жизни остаются её дети, родные и приёмные. Хотя она сама никогда их не делила. Нужно обязательно любить. Вот у меня приходит ребёнок в семью, всё, я уже считаю его сразу, это мой. Это мой. Это не приёмный какой-то. У меня были раньше такие встречи. А покажите, где у вас приёмный, а где у вас это? Я говорю, а вот теперь попробуйте, различите. Где приёмный, где? Раз у ребёнка у меня, значит, он мой. Всё, я его душой приняла, да? А раз я его душой приняла, я его люблю как своего. Всё даю как своему. Понимаете? И учёбу, и, как говорится, медицину, и воспитание. И даже ругаю как своего. Всё одинаково должно быть. Семь с половиной лет прошло с того страшного дня, когда не стала Анатолия Венедиктовича, мужа Валентины Фёдоровны, отца их детей. Он погиб в аварии. Казалось, что мир рухнул в одночасье. Но рядом были её сыновья и дочки. И Валя не могла быть слабой. Выстояла. И вырастила всех, кто нашёл в ней самого дорогого человека. Мама. Скажи, пожалуйста, для тебя вот самый дорогой подарок за это время? Ну, самые дорогие подарки вообще за всё время – это когда дети маленькие делают рисунки. И у меня уже вот столько вот накопилось, я ничего не выбрасываю. Вот столько накопилось, очень много. И я периодически их пересматриваю. И прям такая ностальгия, когда они маленькие. Я говорю, вот, видишь, это ты же меня нарисовала. Они уже забыли. А у меня всё подписано, всё, какой год. Няня, а ты можешь нашу маму нарисовать? Сейчас нарисуем. В 2022 году будут новые подарки, новые рисунки. Теперь уже от внуков. Их у Вали пока 25. А старшие дети радуют её своими успехами в учёбе. Сейчас рядом с мамой их пятеро. Ленка с Алёнкой, им было по 9 месяцев мы их взяли. Алёну маленькую 2 годика, было и Владлене 2 годика. Никите тоже лет 5, наверное, было тогда. То есть все это те, которые маленьких мы взяли. Поэтому ты их сейчас и не узнаёшь. А сейчас кто в технику, кто в колледже, значит, уже им по 17-18 лет. Ну, 17-17, половина к 18. Да, уже все взрослые. Ну, учатся хорошо, ничего не могу сказать. Не огорчают меня, скажем так. Не огорчают. Стараются, чтобы я, конечно, не переживала. В этой большой дружной семье младшие всегда берут пример со старших. На Новый год и в мамин день рождения собираются все вместе. И они общаются, они звонят, они радуются. Они радуют меня, то, что они мне родят внуков. Приходят все на Новый год. Два раза в году мы обязательно собираемся по максимуму всей семьёй. Это Новый год, 1-го числа, и на моё день рождения. Это уже кто может, даже Лёша, он сейчас во Франции у нас в посольстве, который работает, и то он был на Новый год в этом году, прилетал. Потому что я уже сколько раз говорила, вот, ну, например, говорю, всё, вот у меня сейчас пятеро осталось, всё, я к 70 годам, я их всех выпускаю, и я буду отдыхать и заниматься внуками. Ну, и что я делаю? Я опять хочу помочь этому мальчику, чтобы он был с нами, чтобы он никуда не делся, чтобы он уже был к нашей семье ближе, чтобы он знал, что у него есть запасной аэродром в любом виде. В каком ему надо? Тяжело ему? Пришёл. Пришёл. Радостно ему? Кому-то надо говорить. Пришёл. Что у него есть вот этот тыл. Сейчас Валентина Фёдоровна оформляет документы, чтобы взять под опеку того, кто нуждается в её помощи. Такой уж у неё характер. А вернее, такое у неё материнское сердце. Вот что посоветуешь людям, которые будут смотреть и хорошие девчонки, а скажут, вот, уже большие, не привыкли? Ну да, в основном сейчас люди после 10 лет стараются не брать. Если только вот такие, ну, с большим опытом, как вот наша приёмная семья и там многие другие, кто уже давно родители, приёмные родители. Вот. А те, кто первый раз, конечно, будет брать, могут побояться. Могут побояться. Но одно то, что если взять такую ситуацию, что девочки очень много уже пережили, и им хочется тепла, тут уже бояться не приходится. Если вдруг вот вы увидели этих детей, вот что-то ёкнуло, хочу помочь, там, хочу взять себе, надо прям, ну, как я делаю, я прям на пролом. Ну, иду всегда и добиваюсь. Мне вот эти дети нужны. Ну, и, конечно, любить, конечно, любить. Без любви, если не будешь любить ребёнка, ты не сможешь ему что-то простить. А, вот он такой-сякой, я ему не могу простить, да? А если любишь, ну, и поругал, и всё равно простить. Как своих, да? Любишь своих, поругал, чего бы он ни натворил, всё равно прощаешь, потому что любишь. Так и с этими детьми нужно поступать. Субтитры создавал DimaTorzok